Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы поговорить о ситуации, которая происходит сейчас вокруг консоли Xbox Series S. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится такой контент, и ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОКО. А если быть конкретнее, то на подписку ОПТИМУМ на 45 дней за 1 рубль. Если что, ссылочку на активацию я оставлю в описании. И советую этот видос смотреть до конца, поскольку тут не все так однозначно, и после этого видео вы просто поймете суть всей этой проблемы. Плюс этот видос вы можете скинуть тем, кто вдруг сомневается в покупке Xbox Series S. Начнем с того, что пару дней назад нам показали геймплей Dirt 5 на консоли Xbox Series X. Этот геймплей проанализировали со всех сторон, и выяснили, что будет целых 3 режима производительности. И если вкратце, нас ожидают такие режимы. Первое, это режим высокого разрешения. Тут будет разрешение 4К, редкие падения до 1872p, почти стабильный 60 кадров и лучшее качество графики. Второй режим будет режим производительности. Разрешение будет 4К с еще более редкими падениями до 1872p и более стабильный 60 фпс. Отличие от первого режима будет в том, что будет меньше наполненность трибун, сниженная фильтрация текстур и хуже тени. Ну и третий режим будет тот самый режим 120 фпс. Разрешение будет динамическое в 2К, соответственно 120 фпс, но на трибунах вообще не будет зрителей и тени будут низкого качества. Ну если сравнить с первыми вариантами. И тут наверное обеспокоились абсолютно все, так как это как бы самые мощные консоли и уже какие-то там просадки и уже нестабильность. А те самые 120 фпс добиваются лишь через урезание графики. И это все повторяю на более мощной консоли. Плюс сюда же учитывают, что игра все-таки не очень красивая, то есть в этой игре реально нет ничего такого, чтобы эта игра просто не смогла бы в стабильность. И тут возникает вопрос, неужели новые консоли уже такие хреновые, что по сути не могут вывести средненькую игру на максимальных настройках при всех этих новых плюшках. Но тут еще ладно тем, кто купил мощную версию, а что же будет тогда на Xbox Series S. Это по сути самый главный вопрос этого видео и реально немного тревожная тема. Суть в том, что большинство стало кидать сомнения в сторону этой консоли из-за того, что не раскрывают пока информации. Как работают игры на ней, какое разрешение будет, какое количество кадров. И с учетом ситуации с Xbox Series X и геймплея Dirt у многих вызывают капец какие сомнения. То Series S будет вообще говном, что она ничего не потянет, ведь там терафлопсов значительно меньше и бла-бла-бла. Мне признаться тоже сначала навеяли сомнения, типа блин, ну что-то как-то не все сказочно, как нам обещали. Сомнения появились как и у всех из-за того, что нам ничего не рассказывают. По сути не показывают подробности производительности в играх. И опять же сомнения вызывает пример с Dirt, ибо средненькая игра и по сути аж целых три режима, последний из которых там 120 фпс, но минус графон. И это все на консоли мощнее, и что же будет тогда с S-кой. Кстати, после показа данного режима многие пишут, что мол нахрена мне тогда 120 фпс без графона. И это на мой взгляд справедливо. И лично я наверное тоже выберу более-менее оптимальный режим и не буду гнаться за 120 кадрами в секунду. Итак, насчет Xbox Series S и шумихи вокруг нее. Мне кажется, что многие зря парятся. Дело в том, что почти все берут во внимание именно железо консоли, и тут по сути неправильные сравнения. Многие просто думают, что за счет своего слабого железа консоль уйдет на покой буквально через два года. С этим я в крайне согласен, поскольку если майки так сделают, их сожрут с дерьмом. Они очень подпортят себе репутацию и потеряют наверное практически все, что они наработали в конце этого поколения. И запомните, еще ни одна консоль, выпущенная в одно поколение, не переставала быть актуальной на полпути. То есть та же самая Xbox Series S должна дойти до конца этого поколения вместе с Xbox Series X и не потерять свою актуальность. Насчет железа, который раз вам говорю, это не ПК. Забейте на мощь и на те самые Тарафлопсы. Сколько бы вы не считали, сколько бы вы не спорили, сколько бы вы не прогнозировали, все равно все будет зависеть от игры. И самое главное, от ее оптимизации. Сравнивайте ситуацию именно по играм и самое главное поймите, какую бы мощь и сколько бы Тарафлопсов вам не предоставили, если игра сделана коряво, у нее хреновая оптимизация, она будет работать коряво. Пример простой, возьмите к примеру PUBG. На консоли Xbox One X при условии, что игра не требовательная, она шла намного хуже, чем на мобилках. И это при условии, что Xbox One X далеко не слабая консоль на то время, да даже на сегодняшней по сути. Ну а теперь давайте вспомним к примеру Fortnite на том же X. Консоль одна и та же, мощь соответственно, а вот производительность далеко нет. Насколько я помню, на X-версии в PUBG до сих пор нету 60 FPS, а в Fortnite есть и он появился давным-давно. И это все при условии, что графона в этих играх особо-то и нет. Опять же, просто вспомните, к примеру, как работает Forza или Gears на слабых или мощных консолях. Эти игры работают там замечательно, разница лишь в разрешении. И опять же, весь ответ кроется в оптимизации, в полированности продукта. Dirt 5, на мой взгляд, это один из примеров того, что даже на новых консолях при более мощном железе, игра не факт, что будет работать идеально. Я давно об этом говорю, но многие все еще сравнивают процессоры, высчитывают тарафлопсы, максимальную мощь и так далее. И в этом, по сути, нет смысла, поскольку найдется кривой разработчик и просто не смогет в оптимизацию. Кстати, мне очень интересно увидеть разницу вживую между Xbox One и Xbox Series. Поскольку это все-таки разные поколения, если учитывать мой предыдущий ролик и нынешнюю ситуацию, такое подозрение, что для старых консолей игры могут урезаться. Но опять же, лучше посмотреть по факту и сравнить. Насчет ситуации с Dirt 5, а именно с режимом производительности. Консоли стали гибкими в плане производительности и стали давать нам выбор. Хотите графон, урезайте FPS. Хотите FPS, урезайте графон. Это, на мой взгляд, совершенно нормальная практика, ибо это просто расставление приоритета. И чтобы было просто максимум, к сожалению, такого мы, мне кажется, никогда не увидим. Как по мне, самое оптимальное будет так. На Xbox Series X будет 4K и 30 FPS, и на Series S будет 2K и 30 FPS. И, соответственно, если кадров хотите больше, это минус разрешение или графон. Да, я не сомневаюсь, что показатели будут выше, но тут будет зависеть все от игры. Единственный камень сомнения в этот огород кидает Якудза. По нынешней информации, игра идет на XE в двух режимах. 4K и 30 FPS, либо 2K и 60 FPS. А на Xbox Series S она идет в 2K и 30 FPS, и, внимание, 900P и 60 FPS. После этого многие могут закидать младшую версию камнями, но тут я обращу ваше внимание на то, как идет игра на X и на S именно в разницу в разрешении. Потеря разрешения в пользу кадров идет с 4K до 2K на мощной консоли, и с 2K до 900P на младшей. И, как я сказал ранее, уже ваш выбор, либо разрешение, либо количество кадров. Также я хочу обратить ваше внимание, что каждая игра в большинстве своем будет заточена под определенные стандарты. Одиночные игры а-ля 30 FPS, ну типа кинцо, а в мультиплеере будет 60. Ну а там, где будет 120 FPS, там будет минимум разрешения и опять же минус графон. И тут получается так, хочешь оптимальный, играй. Хочешь больше кадров, жертву разрешением и наоборот, просто дело выбора. Майки, в принципе, до сих пор не уходят от своих обещаний, что разница будет лишь в разрешении. Так оно, в принципе, и получается. Единственное, что после Якуза может немножко расстроить, так это 900P. И тут я, в принципе, знаю, кто виноват. Тут виноват наш любимый маркетинг. Дело в том, что до подробностей мы слышали одно, 4K и 60 FPS. Слабая консоль, 2K или 1080P и 60 FPS. Это настолько въелось в голову, что мы, по сути, даже не предполагали, что будут какие-то дропы, нестабильность. И не представляли, что будут показатели ниже, чем нам сказали. И это уже проблема, по сути, нас самих. Наши ожидания, наши проблемы. Просто в рекламе никогда не скажут подробностей. Никогда. И покажут лишь всегда максимум. Вы можете не согласиться со мной, но так оно и есть. Тут просто реклама в некоторых случаях не сопоставима с некоторыми играми и из-за этого начинается сыр-бор. Типа, как так? Почему консоль не может в стабильные 4K и 60 FPS? Как так? Почему здесь 900P и 60 FPS? Я лично все еще остался при мнении, что S нужна тем, кто не хочет тратиться. Ну и для тех, у кого нет 4K телек, кому не нужно разрешение. И думаю, что разница будет между слабой и мощной консолей как раз-таки только в разрешении. Ну, как нам и обещали. И вообще, больше советую получать удовольствие от самих игр, нежели от производительности. Просто, знаете, у нас как будто поменялись приоритеты. Мы забиваем на игру полностью, нам нужна именно производительность. И это, мне кажется, как бы не очень правильный подход. В любом случае, на двух консолях, напоминаю, что будет трассировка лучей, более быстрая загрузка. И самое главное, на двух этих консолях будут выходить все новые игры. В любом случае, я скорее всего сравню эти две консоли вживую, посмотрю на разницу и, естественно, расскажу вам, как оно есть на самом деле. Поэтому подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить эти обзоры. На этом, в принципе, все. Если вам ролик понравился, то ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение на этот счет. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч.